Всем привет, давно не виделись. Я никуда не пропал, просто возникли непредвиденные обстоятельства. Да и народу смотрю, как-то не до масел стало. Анализы затормозились, поэтому решил сделать передышку. Теперь за дело, продолжаем тестировать отечественные масла, на которые можно перейти и взамен подорожавшего импорта. Ну и конечно же, чтобы это было не в ущерб качеству и мотору. Есть такой производитель в Татарстане, АО Танека. Он делает масла под брендами Танека и Татнефть. В прошлом году мы тестировали их масло Татнефтлюкс. И в принципе народу зашло, так как стоило оно дешево и по качеству не уступало импортным аналогам. После нашего анализа люди раскупали его канистрами. И вроде бы никто об этом не пожалел. Все ездят, у всех все нормально. Сегодня же мы протестируем собраты этого масла. Танека премиум ультра синт 5В30. Заявленные стандарты АПСН. То есть это масло можно лить в американские, японские, корейские и китайские автомобили. Спектр его применения очень широк. Народ на аэлл-клубе не зря затеял его анализ. Так как давно подозревал, что это одно и то же, что протестированное ранее Татнефтлюкс. Просто под другим названием. А сейчас, когда импортные масла стали стоить очень дорого, этот анализ стал еще актуальнее. Начнем, пожалуй, с низкотемпературных характеристик. Температура застывания минус 46 градусов Цельсия. Достойная. Судя по этому параметру, здесь, скорее всего, гидрокрекинг VHVI. В принципе, что и ждали за эту цену. Танека можно использовать во всех регионах России. Оно нормально будет работать и летом, и зимой. Единственное предостережение. Не запускайте на нем мотор ниже, чем в минус 30 градусов Цельсия. Все-таки это 5В30 и она на гидрокрекинге. Я уже говорил ранее, что у нас появился новый параметр, более говорящий о поведении масла в морозы. Вязкость динамическая CCS при минус 30 градусах Цельсия. Это гораздо важнее, чем температура застывания. Не зря она входит в требования стандарта САЕ. По этому стандарту масло 5В30 должно иметь CCS не более чем 6600 МПАС. Танека выдала 6000. То есть полностью укладывается в требования. Теперь уже никакой горе-специалист не заявит, что это масло застывает в морозы и не дает запустить двигатель. Мол, оно наше, мол, русские ничего делать не умеют, а значит, там минералка. К сожалению, такие пустые выкрики за свою деятельность встречаю очень часто. У человека тупо замерз аккумулятор, в связи с этим медленно прокручивает коленвал, но виновата у них всегда масло. В общем, знайте, если что, Танека вполне нормально ведет себя при низких температурах. Щелочное число равно 8. Масло обладает моющими нейтрализующими свойствами чуть выше среднего. Я бы сказал, что его с таким запасом хватит на интервалы 5-7 тысяч километров. В каком-нибудь японце или корейце. Это в тяжелых городских условиях. Если хотя бы половину интервала у вас занимают пробеги по трассе, то такое масло можно менять через 10 тысяч километров. По трассе масло стареет медленнее. Вязкостные характеристики говорят о том, что Танека немного густое для своего класса. Оно будет неэкономично, как его собратья. Просто когда вязкость масла слишком высокая, она больше сопротивляется деталям двигателя. Отсюда вы теряете в экономии топлива. Но опять же это всегда качели. Более высокая вязкость, как правило, дает и лучшее поведение при высоких температурах. И вот, кстати, плюсы от этой высокой вязкости. Масло выдало хорошую термостабильность и минимальный угар. Но акк испаряемость масс равна 8%. Это хороший результат. Даже лучше, чем у импортных одноклассников. Температура вспышки тоже приятно удивляет. 237 градусов Цельсия. Танека термостабильно при высоких температурах должно мало угорать и мало окисляться в зоне поршневых колец. Содержание серы 0,328%. Высокое для современного масла АПСН. Но дело в том, что излишняя сера тут от пакета присадок. Просто завод его положил на пару процентов больше. Видимо, хотели сделать масло пожирнее. Зольность сульфатная 1,05. Тоже чуть повышена по сравнению с одноклассниками. И тоже по той же причине. Положили больше присадок. Пакет присадок Автон Хайтек. Здесь содержится органический молибден, снижающий коэффициент трения и придающий экономию топлива. На экономию, кстати, сильно не надейтесь, так как масло густое. Здесь есть бор, как дисперсант, удерживающий загрязнение во взвесе. Он позволяет выносить их с собой при сливе масла. Фосфор и цинк, как противоизносная присадка. И кальций, как моющая присадка, детергент. Мы как раз видим, что пакета присадок больше, чем обычно. Отсюда серый изола. Теперь давайте откроем экоспектр Фурье и посмотрим, из чего это масло состоит. Пик на волне 722 показывает нам единицу. То есть это гидрокрекинг VHVI, который во всем мире приравнивается к синтетике. Это та база, из которой делают масла почти все производители. Ничего необычного. В общем, вывод у меня такой. Это хорошее отечественное масло по цене чуть больше 2000 рублей за канистру. В нынешней ситуации, когда мобилы и шелы стоят по 5-8 тысяч рублей, это масло реально выручает. Из плюсов. Обладает хорошими низкотемпературными характеристиками. Отличная термостабильность и низкий угар. Жирный пакет присадок. Из минусов. Неэкономичная вязкость. И то это я придираюсь. Теперь давайте сравним Танека Премиум с популярной в народе Татнефтью от того же производителя. Смотрим сводную таблицу. В целом вы все видите сами. Это одно и то же масло с небольшой разницей в параметрах. Просто потому, что это разные партии, сделанные в разные годы. Вязкость у обоих высокая. Пакет присадок одинаковый. Термостабильность и температура застывания одна и та же. Так что нет особой разницы, что из них покупать. Если Татнефть дешевле, то берите ее. Все. Эти масла можно найти на заправках Татнефть в вашем городе. Также я видел их на Озоне по нормальной цене. Вот только одна проблема. Только я выложу это видео, масло опять вырастет в цене или пропадет из продажи. Уже сталкивались с этим. Если что, меня не вините. Мопед не мой, я просто подал объявление. Танека можно лить не только в японские, корейские или китайские автомобили. Ввиду того, что у него высокая вязкость и жирный пакет присадок, оно хорошо подойдет и автомобилям Лада. В общем, пользуйтесь. Нормальный антикризисный вариант. Не забывайте читать ойл-клуб. На нем обычно больше информации, чем я выкладываю здесь. В любом случае не пропадем. Всегда нароем что-нибудь интересное по хорошей цене. А на сегодня у меня все, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok